Здравствуйте, друзья! В Восточной Европе, в том числе и в России, и в Украине, бюджетные модели автомобилей пользуются повышенным спросом. К категории бюджетных автомобилей также относятся и Renault Logan. Неплохим спросом пользовалось первое поколение, а второе поколение так и вовсе переплюнуло по продажам множество бюджетных автомобилей. В зависимости от специфики рынка, Logan продается под марками Dacia, Renault и Nissan. В 2008 году произошел рестайлинг первого поколения автомобиля. Изменения коснулись как интерьера, так и экстерьера. А вот существенных изменений по технической части не произошло. Но появилась автоматическая коробка передач, ABS, стабилизатор поперечной устойчивости заменен на усиленные амортизаторы. Автомобиль существенно выигрывает у своих конкурентов невысокой ценой вместительным багажником, просторным салоном, а самое главное, что уже через год после начала продаж авто заслужило звание неубиваемой машины среди автолюбителей. А вот насколько это мнение соответствует действительности и стоит ли связываться с поддержанным Renault Logan, сейчас попробуем разобраться. По поводу кузова мнения автомобилистов разделились. Одни говорят, что кузов устойчив к атмосферному воздействию, а другие жалуются, что через 2-3 года появляется ржавчина, особенно в местах появления сколов. Поэтому при выборе авто обращайте внимание на все проблемные места. Некоторые водители говорили, что под бамперами часто гниет кузов. При осмотре кузова авто с пробегом обратите внимание также на верхнюю кромку ветрового и заднего стекла, водосточные желобки и арки задних колес. На остальных элементах кузова коррозия зачастую появляется только если машина участвовала в ДТП. Renault Logan первого поколения комплектовался 8-клапанными двигателями объемом 1.4 75 л.с., 1.6 90 л.с. и 16-клапанным мотором 1.6 литра 102 л.с. Все силовые агрегаты просты и надежны в эксплуатации. Самым надежным двигателем Logan зарекомендовал себя мотор 1.6 литра. Все болячки в нем уже были устранены и в ходе эксплуатации проблем он не доставляет. Также механики и владельцы хвалят дизельный агрегат в автомобилях второго поколения 1.5 литра. Он отличается хорошей тяговитостью и экономичностью. При спокойной езде он может укладываться в расход 4.5 литра на сотню. При этом он очень чувствителен к качеству топлива, а плохая солярка легко убивает топливную систему. Нередко потеет маслом прокладка клапанной крышки. Особенность агрегата 1.2 литра второго поколения – это то, что он предлагается в двух модификациях – чисто бензиновый и с заводским газобаллонным оборудованием. Как показала практика, последняя оказалась ненадежной. В ней периодически возникают проблемы с газовыми форсунками, из-за чего двигатель на холодную не заводится. В данном случае требуется замена форсунок, хотя это навсегда не решает ситуацию. Поэтому на сегодня Рено отказался от производства газовых модификаций. Механики, в свою очередь, советуют воздержаться от покупки таких подержанных автомобилей. Владельцы автомобиля первого поколения жалуются, что одной из распространенных проблем является залипание педали газа. Все это происходит из-за того, что тросик имеет непрочные и ненадежные крепления. Нередкость и течь масла на сальнике коленвала, а также потери эластичности уплотняющих материалов двигателя. Еще достаточно часто выходит из строя катушка зажигания. Но, если должным образом обслуживать двигатель, он без проблем пройдет до 350 тысяч километров. На Рено Логан первых годов устанавливали только механическую коробку передач. После рестайлинга появилась автоматическая коробка. Как показал опыт эксплуатации, трансмиссия у французского автомобиля ходит долго и ломается крайне редко. Но есть у трансмиссии своя особенность – она обладает нечеткими переключениями передач. Автомобиль обладает в меру выносливой и комфортной подвеской, которая хорошо сглаживает неровности. При осмотре машины обратите внимание на состояние подрамника. Это самая дорогая деталь подвески, которая при ДТП практически всегда гнется. Заднюю подвеску приходится ремонтировать только вследствие серьезного ДТП. Тулки и стойки стабилизатора живут в среднем 50 тысяч километров. Шаровые опоры при интенсивной эксплуатации прослужат 60-80 тысяч километров. Причем усугубляет ситуацию то, что шаровая меняется только в сборе с рычагами и их салендблоками. Наконечники рулевых тяг около 50 тысяч километров ходят. Амортизаторы служат около 100 тысяч километров. Родные ступичные подшипники могут пройти от 40 до 90 тысяч километров. Салон Рено Логан создавался по принципу дешево и сердито. Владельцы автомобиля рассказывают про сверчков из-под торпеда и о плохой стыковке панелей. Вследствие этого даже на небольших скоростях тихим салон назвать нельзя. Если хотите сохранить сиденья в нормальном состоянии, на них нужно сразу надеть чехлы. Так как ткань очень бюджетная и грязь в нее въедается намертво. К тому же она очень легко рвется. Звукоизоляции как таковой нет в автомобиле. Салонный фильтр очень плохого качества, поэтому многие владельцы его меняют на внештатный. Гордостью автомобиля считается внушительный размер багажника. Это 510 литров. Правда объем которого нельзя увеличить в автомобилях первого поколения. Так как спинка заднего сиденья не имеет механизма для быстрого складывания. Во втором поколении заднее сиденье уже раскладывается. Но критике поддаются дугообразные петли крышки багажника. Которые при полной загрузке могут упираться в груз, не давая ей закрыться. Багажник седана Logan по-прежнему один из наибольших среди конкурентов. 510 литров. Против 454 литров у Hyundai Accent и 502 литров Chevrolet Aveo с такими же типами кузова. Больше только наверное у лифтбека Skoda Rapid это 550 литров. Logan второго поколения немного изменился внутри. Его интерьер стал выразительнее и современнее. Обзорность хорошая. Разве что высокая корма ограничивает видимость при движении задом. При этом модель способна удивить такими опциями, которые ранее отсутствовали. Так, дорогие версии оснащаются климат и круиз-контролем. Электроприводом всех стекол. Кожаной обшивкой руля и сидений. Комбинацией с тканью. Мультимедийной системой Media Naut. С 7-дюймовым экраном, тачскрин и навигационной системой. USB разъемом для внешних накопителей информации. Bluetooth, который коннектится с мобильным телефоном. В автомобилях второго поколения владельцы отмечают проблемы с замком зажигания. Также способна доставить неприятности из системы Media Naut. Перестает работать сенсорный экран, CD-проигрыватель или радио. Чаще всего помогает исправить ситуацию перепрошивка мозгов системы. Вот такой получился обзор автомобиля. А вы, друзья, думаете покупать его или нет? Спасибо за внимание. До скорых встреч. До свидания.